МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мой брат, давай идти друг к другу ближе, Я чувствовать хочу плечо твое. Нам в одиночку цели не достигнуть, Но вместе нас не сокрушит никто. Чтоб церковь сильной стала, росла и побеждала, Возьмем их в сердце и в уста. Одной рукой держаться друг за друга, Другой рукой держаться за креста. Одной рукой держаться друг за друга, Другой рукой держаться за креста. Одна есть вера и один Дух Святый Одно крещение и один Господь И если в духе Бог соединяет Пусть не разделит никакая плоть Чтоб церковь сильной стала Росла и побеждала Возьмем и в сердце, и в устал Одной рукой держаться друг за друга Другой рукой держаться за креста Давай любить учиться у Иисуса Служить друг другу и всегда прощать Нас по любви узнают друг о другу Нам вере все народы покорять Чтоб церковь сильной стала Росла и побеждала Возьмем и в сердце, и в устал Одной рукой держаться друг за друга Другой рукой держаться за креста Одной рукой держаться друг за друга Другой рукой держаться за креста Чтоб церковь сильной стала Росла и побеждала Росла и побеждала Возьмем и в сердце, и в устал Чтоб церковь сильной стала Росла и побеждала Возьмем и в сердце, и в устал Одной рукой держаться друг за друга Другой рукой держаться за креста Одной рукой держаться друг за другом Одной рукой держаться друг за другом Другой рукой держаться за креста Свет Ваш пред людьми, чтобы они видели Ваши добрые дела и прославляли Отца Вашего Небесного. Я Вам рассказываю то, что, в принципе, 20 лет назад учил. Многих из Вас, конечно, тогда не было. То есть, это, ну, как бы моя практика более 20 лет, то, что помогает, то, что Господь дал, Ты ценишь, этим дорожишь. И это наша сила для того, чтобы мы проходили этот земной путь, для того, чтобы мы побеждали все замыслы дьявола. Мы нуждаемся в этой силе Божьей. Мы более нуждаемся в откровении, чтобы Дух Святой вот открыл нам это, чтобы то Слово, которое мы слышим, оно жило в наших сердцах. Чтобы не просто мы знали, что так написано, что говорили своими устами, но очень важно вот это познание истины, познание того, что нам с Вами даровано. Я, ну, как бы вчера еще учил, не все были, немножко во вчерашний день просто напомню и дальше буду учить, что Господь с Вой стороны, Он дал нам две истины, которые мы хорошо должны знать. Это любовь, потому что Он есть любовь и кровь. Кровь Иисуса Христа. Это то, что помогает идти по жизни, это то, что поможет любому из вас принять те обетования, которые Бог дал для тебя и для меня. Это то, что когда мы читаем Слово Божие, о жизни Божьей, о Его планах, намерениях для нас, то мы с Вами, ну, как бы должны разуметь простые истины. Дается трудно, но что делать? Мы учимся. Первая книга бытия, когда Бог сотворил человека, его идея была проста. Он сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте эту землю, владычествуйте над этой землей. Это Он дал благословение. Это то есть та жизнь, которую Он вложил в нас. И, естественно, потом на страницах Писания появляется дьявол, который пытался всегда и пытается украсть то, что принадлежит нам. Но, в общем-то, у многих Он украл и очень много. И вот как нам вернуть то, что Бог сделал? Как вернуть то, что Бог даровал во всей полноте? Иисус, который пришел многие столетия спустя, Он сказал, я пришел исполнить слово, которое говорил Моисей, потому что Моисей писал обо Мне. Те многочисленные образы Старого Завета, они возвещали о грядущем Иисусе Христе. Поэтому Старый Завет открывает нам суть Нового Завета. Ну, дается, я говорю, трудно, попытаюсь и это объяснить. Что с самого начала мы должны знать? Когда, ну, читаем, я говорю, просто, первые книги бытия, самое простое, что когда Бог создавал человека, там написано все весьма просто. Он сотворил из праха земного его и вдунул дыхание жизни и стал человек душою живою. То есть после дуновения Божьего Духа произошла кровь. Отсюда, когда мы понимаем это, когда мы используем кровь Иисуса Христа, рядом всегда Дух Святой, рядом всегда помазание. Когда мы это не понимаем, оно практически и не работает. Оно и не работает. Мы просто, как бы, находимся вне зоны веры. Мы можем использовать это, но, к сожалению, не понимаем то, что Бог сказал. Старый Завет говорит, потому что душа человека, она в крови. И Бог назначил кровь для жертвенника, чтобы очищать души наши. Кровь, она всегда очищала души или сердца, это часто синонимы. Все, что происходило с первых страниц Библии, когда согрешили Адам и Ева, Господь сам сделал, он убил животное и пролил кровь и одел их шкурами. Это первое пролитие крови. Животное пострадало. И изначально вот это все, что мы читаем на страницах Писания, оно просто связано с кровью. Это Кровный Завет. Это Кровный Завет, о котором мы с вами должны разуметь, понимать, ну, я говорю, еще и применять в своей жизни, применять на практике, чтобы это было для нас действительно благословением. Ну, я немножко, я говорю, вернусь в те свои давние-давние проповеди, которые кто-то, мало кто и слышал, а кто и слышал, тот забыл. Когда мы держим с вами, вот мы открываем Библию, а там написано Старый Завет, Новый Завет, ну, практически для современного слушателя, читателя, это, ну, почти пустые слова. Мы не понимаем этого слова, мы не понимаем смысл, или он искажен просто для, до безобразия. И вот, ну, как бы, слово Завет, часто употребляемый, латинский язык, это testamentum, это означает соглашение договор между Богом и человеком. На иврите язык Старого Завета еще более, ну, правильно звучало, это значит, Завет это вот то, что мы, ну, открываем Библию там, Старый Завет, а на иврите бы понимали, там бы написано было, разрезать, делать надрез, чтобы стекла кровь. Это суть того, что мы читаем. Новый Завет, ну, это уже греческий язык, это то же самое, означает вырезать Завет. То есть, это кровь, кровь, кровь. Я говорю, что, ну, нам почему-то это трудно дается, но с другой стороны, дьявол прекрасно знает, что это сила любого из нас, он старается украсть это откровение. И то, что мы, кто-то в церкви много лет, мы можем стихи читать о крови, о кресте, мы можем песни петь до умопомрачения и не понимать сути Завета на кресте. Просто нету откровений. Ну, как бы, почему, ну, за множеством лет, да, то, что происходило, то, что написано там две тысячи лет назад и сегодня многое изменилось. Но люди того времени понимали это гораздо лучше нас сегодняшних, продвинутых, начитанных, перечитанных, но не имеющих понимания, не имеющих того знания, которое имели две тысячи лет назад. И современный язык, он, ну, немножко изменил, конечно, слова библейские. Это, конечно, союз, договор, которые совершаются между двумя людьми, между племенами, между государствами. Потом нарушается это часто. Но в древности кровное соглашение между людьми считалось самым крепким и нерушимым. Оно было торжественное, и люди понимали, когда мы совершали Завет, это навсегда. Его нельзя было разрушить. И Бог предупреждал соблюдать слова Завета. Когда народ Божий заключал Завет, Бог говорил соблюдать и исполнять, чтобы вам иметь успех во всем, что вы не будете делать. Это второзаконие 29.9. То есть понятие Завета. Дальше Бог обещал в этой же книге второзаконие, что Он с избытком даст тебе, Бог твой, успех во всяком деле рук, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей. Ибо ты будешь радоваться о Господе, который благословляет тебя, как Он радовался об отцах твоих, которые вот именно заключили Завет. Мы с вами приходим к Господу. Мы имеем Новый Завет. Мы как бы заключаем договор с Богом. Мы принимаем Его в свое сердце. Мы обещаем Ему в доброй совести служить. Но, в принципе, у единиц это получается. Поэтому вместо той жизни, которую Бог обещал, вместо той жизни, наполненной благословениями, мы имеем часто крошки из-под стола Божьего. Не больше того. Мы не имеем тех великих драгоценных обетований, о которых мы читаем в Писании. И вся эта проблема упирается в то, что мы не имеем откровения о Завете. Я когда в свое время, ну это начало, наверное, 90-х годов, когда мне однажды попалась эта книга, но я очень искал Бога, и я мог всю ночь читать. Мне просто это было сладостно. Я хотел познавать Бога. Ну, сегодня такие редко уже встречаются, потому что нас надолго не хватает. Но у меня было просто желание познать. У меня это было желание принять то, что Бог сделал, то, что Бог даровал, чтобы это стало моим достоянием. Ну, как бы, что еще нам нужно знать о Завете? Завет, ну как бы, ну настолько наше общество изменено. Завет, когда заключался между парнем и девушкой, это тоже был нерушимый Завет. В Завет вступали только в чистоте. У девушки проливалась кровь. Это все, ребятки, Писание. Сегодня, естественно, многие в блуде по уши, и понятие о семейном Завете совершенно разбито, разрушено. Мы сами теряем, мы сами уходим. Это наш выбор. Мое желание, конечно, мое желание делиться тем, что Бог открыл. Мое желание вас научить истинным Писанием, чтобы оно стало для вас действительно благословением. Завет совершался, я говорю, между Богом, человеком. Обычно устанавливали какой-то памятный знак. Мы часто читаем, когда Бог с кем-то заключал Завет, мужи Божьи, они устраивали жертвенник. Они из камней там сооружали жертвенник. Они жертву закладывали, проливалась кровь всегда. То есть, это Завет между человеком и Богом. И они понимали прекрасно, в случае нарушения Завета им грозили одни только неприятности. Ну, кто-то там деревья там памятные сажал. Это все как бы было явлением Завета. И этот Завет, он передавался в поколения, на детей. Передавался, если, ну, как бы, дети, которые вырастали, они могли сами отказаться от этого Завета. Ну, а так это все переходило. Поэтому Писание говорит, что я благословляю там любящих меня до тысячи родов. Это милость Божия. Это Завет Божий. Настолько велика любовь Господа. Что, ну, как бы, вот, ну, хотелось бы мне рассказать вам, чтобы вы знали, разумели, понимали. Ну, как бы, это истории Старого Завета, когда люди совершали между собой. Они обменивались там одеждами, оружием. Это, как бы, они этим самым говорили о том, что мы с тобой, как бы, ну, как становились кровными братьями. Делали надрезы себе, смешивали кровь. Все было основано на крови. У нас, конечно, с этим сегодня большие-большие проблемы. И когда отец нашей веры Авраам, Бог заключал с ним Завет, что сделал? Авраам сделал жертвенник. Он разрезал животное пополам. Он совершил обрезание плоти. Это, как в поколение было доказательством того, что он в Завете с Богом. И менялись имена. Был Авраам, стал Авраам. То есть, это смысл был заветных отношений. Ну, когда народ Божий исполнял заветные отношения, это всегда было благословение. Бог всегда благословлял тех, кто верен. Бог всегда благословлял тех, кто исполняет Слово Божие. Когда приходили нарушения, ну, если кто читает Старый Завет, вы видите, очень часто наказание приходило на народ Божий. И более того, когда распинали Иисуса Христа, многие евреи кричали, пусть кровь Его будет на нас и детях наших. Ну, это было две тысячи лет назад, и с тех пор и до сего дня эта еврейская кровь проливается и проливается по непонятным причинам. Это, то есть, люди, знавшие Завет, призвали эту кровь на себя и на детей. Вот это сила Завета, о котором мы с вами должны знать, разуметь. И я говорю, что когда он совершался, этот Завет, то он совершался на веки вечные. И Бог, он всегда, всегда и всегда благословлял и благословляет тех, кто соблюдает Завет. Ну, я вам расскажу такая история. Мне она, в принципе, нравилась в свое время, когда я читал, что-то не понимал. Потом, спасибо Господу, открывал книга Иисуса Навина. Это немножко связано с Заветом, чтобы понимать, что и как, зачем следовало. О чем мы, в принципе, перед глазами Библия, но порой плохо понимаем. Вот сила Завета, история. Иисус Навин, это, ну, Бог ему дал такую возможность, такой путь завоевывать земли, которые Бог обещал своему народу. И вот они шли, он верно все исполнял, они завоевывали территории, они завоевывали города. И однажды жители Гаваона, они услышали, что Иисус Навин сделал с Иерихоном, Гаем, города, которые, ну, завоевали. И они употребили хитрость, они пошли, запаслись хлебом на дорогу, положили ветхие мешки на ослов своих, ветхие такие набрали заплатанные мехи вина, чтобы, ну, народ Израиля увидел, что это бедный народ. Они пришли к Иисусу, в стан израильский, и сказали всем израильтянам, что мы весьма из дальней земли пришли, и заключите с нами союз, ну, то есть завет. Израильтяне сказали, сказали, может быть, вы живете близ нас, как нам заключить с вами союз? Они сказали Иисусу Навину, мы рабы твои, Иисус сказал им, кто вы и откуда пришли? Они сказали, мы весьма из дальней страны пришли, рабы твои во имя Господа Бога. Мы слышали славу Господа и все, что Он сделал в Египте, и все, что Он сделал двум царям, которые были повержены. Слышав все это, старейшины народа и все жители земли сказали, возьмите в руки наши хлеб на дорогу, пойдите навстречу, скажите, мы рабы ваши, заключите с ними союз. Вот понятие союза, завета. Этот хлеб, ну, наш, мы который принесли из наших домов, мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, и теперь он сделался сухой и заплесневелый. И израильтяне взяли этот хлеб, а Господа не вопросили. И я эту историю хорошо знаю. Многие, ну, я скажу так, пролеты в моей жизни, которые я совершал, вот обычное явление, я не вопрошал Господа. Люди разные приходят, мудрые, хитромудрые, люди часто обманывают, люди часто лукавят, а мы как бы тоже наивные христиане, верят всему, как написано, глупо верить всему, и так часто пролетаешь. Вот это прекрасная история. Они поверили и заключили завет, а через три дня, как заключили, услышали, что это соседние племена, и они живут рядом. Но завет был совершен, и они не могли, израильтяне, его нарушить. Сила завета. Это чтобы, я говорю, мы должны понимать, что это такое. Мы, современное общество, этот завет попираем вдоль и поперек. Но так не было. Так не было. И, ну, как бы, что произошло дальше, что Иисус вызвал их, сказал, зачем вы нас обманули, зачем вы сказали, что вы от нас далеко, за это вы прокляты. Без конца будете рабами. Будете рубить дрова, черпать воду для дома моего. Они в ответ сказали Иисусу, дошло сведение до нас, что Господь твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам землю, погубить всех жителей. Поэтому мы боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей. Как лучше и справедливей тебе покажется поступить с нами, так и поступай. И поступил с ними так, избавил их от руки сынов Израилев, и они не умертвили их. И вот они просто рубили дрова и служили при израильтянах. Дальше этот завет не закончен. Проходит почти 500 лет. Проходит почти 500 лет, и мы переходим в эту книгу «Царь», вторая глава. Это интересно, я говорю, когда читаешь Старый Завет, знаешь и понимаешь, о чем написано. И здесь происходит следующее. Был голод, это уже царствование Давида. И был голод на земле во дни Давида три года, год за годом. И тогда Давид вопросил Господа. И сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Договора подписывались вечно. Но Саул, первый царь Израиля, он умертвил гаванитян. И за это Бог наказал израильский народ. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Они не были из сынов Израилевых, но из остатков амореев. И израильтяне ждали им клятву. Но Саул хотел истребить их по ревности своему о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаванитянам, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне. Как бы язычники должны были благословить Израиля. Потому что Израиль нарушил завет. И сказали ему гаванитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или дома его. Не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал, что же вы хотите, я сделаю для вас. И сказали они царю, того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израиля. Его потомков выдай нам семь человек, мы повесим их пред Господом в гиве Саула, избранного Господом. И сказали царь, я выдам. Но пощадил царь Мимфифосфея, сына Иоаннафанова, потому что там он в завете с ним был. Сына Саулова, ради клятвы, которая была между ним и его отцом. И Израиль должен был выполнить эту силу завета. Вот поэтому мы не должны спешить. Иногда нам, прежде чем что-то надо делать, не спешите. Вопросите Господа, как можете, когда что-то вы совершаете важное в своей жизни, мы должны понимать, что вот эти наши обещания, наши клятвы, они никогда пустыми пред Богом не бывают. Бог может взыскать. По вопросам приобретения книг Василия Кузина обращайтесь по адресу. Кыргызстан, город Бишкек, 72-00-17, улица Чуйкова, 138, Абоневский ящик, 675. Электронный адрес. Кайноне, собачка, лк.к.г. Наш сайт. 3w.isus.kg. Телефон. Плюс 996-312-316-3037.